Создание анонимных телефонов доверия, а также профилактическая работа с молодежью помогут вовлечь жителей региона в процесс здорового образа жизни, считают краевые депутаты. Эту тему в рамках реализации нацпроекта «Демография» обсудили в Законодательной Думе на правительственном часе. Репортаж Анастасии Приветской. В прошлом году Хабаровский край занял шестое место среди регионов Дальнего Востока по численности людей, ведущих здоровый образ жизни. На показатели влияет чрезмерное потребление населением алкоголя и низкое овощей и фруктов. И как следствие, среди населения в 2022 году зафиксирован рост впервые выявленных болезней органов пищеварения. Справочное, среди взрослого населения рост к 2021 году составил 182 случая, а среди детского населения 2315 случаев. Для укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни в регионе с 2019 года реализуется нацпроект «Демография». Одна из его составляющих – привлечение населения к спорту. За это время в крае построены и реконструированы шесть спортивных объектов. Приобретено оборудование для 17 площадок ГТО, восстановлены три футбольных поля. Кроме того, в рамках федерального проекта «Бизнес-принт» Хабаровский край получил дополнительно 120 миллионов рублей на создание спортивных умных площадок и модульных залов. Одну уже оборудовали на арене «Ерофей». Современная площадка, где можно заниматься и воркаутами, и легкой атлетикой, и игровыми видами спорта. Есть даже трибуна для зрителей, крыто. Все очень удобно, все очень компактно и современно, и эстетично. По мнению депутатов, чтобы жители региона активнее занимались физкультурой и спортом, их нужно лучше информировать. Рассказывать, где и когда проходят спортивные мероприятия, обустраивать в жилых кварталах многофункциональные площадки. Важно, чтобы и сами люди следили за здоровьем, вовремя проходили диспансеризацию. По результатам заседания парламентарии подготовят рекомендации правительству края. В первую очередь они касаются вовлечения в процесс ЗОЖа работающей молодежи. Там, где серьезные корпорации имеют собственные системы поддержки здорового образа жизни, собственные системы корпоративной социальной ответственности, все обстоит хорошо. Но есть широкий круг организаций, где НАТО было бы все-таки построить организованную эту работу получше, может быть, через ассоциации, объединяющие соответствующих промышленников и предпринимателей. Также рекомендации касаются работы анонимных телефонов доверия и усиления пропаганды ЗОЖа для детей с раннего возраста. Анастасия Привецкая, Константин Пестерев, телеканал «Губерния».